Почему следующие соперники ты вызвал Квинту? Насколько я знаю, что тебе не просто дается сгонка, каждая сгонка это большой стресс для организма. Думал ли ты об этом процессе? Что думаешь изменить? Да, мы об этом думали с отцом, потому что я постоянно с отцом обсуждаю насчет веса. Пока что я нормально делаю вес. Последний бой я работал по хорошей диете и вообще проблема у него. Самая легкая сгонка у меня была в последний бой, когда я дрался с Анисом. Сейчас покажу, как я прохожу и вам советую. Получается, вы отвлекаете соперника ударом руки и когда он ставит защиту, когда он защищается от твоего бокса, от твоих рук, он открывает место, чтобы ты прошел ноги и перевел соперника. Так что в ММА важно не только физическое слово, также вы должны переиграть соперника умом и приходится работать на двух этажах. У нас тренер ее называет два этажа. Показываешь вверх, проходишь ноги. И когда соперник уже ждет, что ты будешь то же самое делать, ты показываешь ноги, переключаешься на бокс наверх. Полностью я обследовался, потому что это не первая травма моя. Но заключение исследования было в том, что сказали, что у тебя усталочный перелом. На самом деле я не давал своему телу отдохнуть. Точно-то даже тогда, когда я получил травму колена, два раза мне взяли операцию на колено, но я после травм сразу заходил в зал, делал упражнения на пресс, на шею, на руки, потому что ноги болят, да, но верхнюю часть качал. Из-за этого мне сказали, что тебе нужно отдохнуть, у тебя усталочный перелом. Когда тело уставше, оно ломается быстро. И мы приняли решение, что в ноябре мы отдохнем, в декабре мы будем потихоньку набирать форму и в январе примем бой приблизительно на март. Бывает такой момент, когда то же самое, что я показал в борьбе, после удара переходить в ноги. Бывает такой момент, когда ты в стойке преследуешь соперника, соперник работает вторым номером, а ты первым номером. И когда ты его догоняешь, ты показываешь колено, показываешь колено в корпус, и он автоматически пропускает удар. Особенно если он устал, и ты тяжело движешь, автоматически уходят руки вниз. Вот когда у тебя руки вниз уходят, ты покажешь колено и заходишь с локтя. Он умолчается примерно вот так. Заховешь. Показал. Может кто-то возьмет себе заметку. Номер один, кто на меня повлиял, это отец. Такой в наездной форме он мне сказал, что я тебя в зал привел, я тебя столько готовил, столько мышлей, и ты считаешь, что ты можешь самостоятельно принимать решение. Я сказал мне, ну все тогда, будем выступать, будем драться, мне ранее нету, у тебя там ребро сломано или еще что-то. Я, если даже не с тобой, то я найду с кем идти до конца, и я доберусь до этого пояса. Но эти слова для меня были такие решающие, я понял, насколько сильно отец хочет этого, и приняли решение продолжать. Прижимаете к сетке соперника, правая рука должна быть вниз, поднимаете выше, а левой рукой вы контролируете его кисть, потому что, если вы возьмете его так, или рука вообще ничего не будет, соперник у вас будет бить, или с локтя бить. Вы контролируете кисть, контролируете правой рукой, и бьете колено в корпус, по ноге, и когда уже соперник отвлекается, вы можете, заходите. Сюда уже можно держать перчатку, судья не видел. Подняли его, зашли за обе ноги, и здесь уже у него нет упора. Как бы зашаться возле средки, у него нет упора. От вас уже зависит, как вы тянете. Можете додать прогноз на бой Вердувиласкис 2? На этот счет я разговаривал с Хавиером Мендесом. Я ему говорю, Хавиер, конечно, ты, вы точнее, лучший тренер, я считаю, в ММА в мире, да, наравне с отцом. Но один из лучших, да, Грег Джексон, Хавиер, там, я считаю, мой отец, там, еще пару тренеров есть, там. Но я бы смог бы дать правильный геймплан на бой. Он мне сказал, какой геймплан ты посоветуешь. Я говорю, тот стиль, который ведет Веласкис, не подходит против Вердува, потому что Вердувил очень большой, у него очень хороший тайский клинч, тяжелые колени. Он, когда приближается к Веласкис, он хватает его на клинч, и, как говорится, у нас в спорте кормит его коленами. А когда ты пропускаешь 3-4-5 ударов тяжелых по корпусу, твои кондиции сажаются. Я говорю, а может, ему лучше поработать вторым номером и боксировать с ним, и не нападать, как это делает Веласкис. Если он будет вторым номером боксировать и не давать себя переводить в партер, я думаю, что чистый бокс у Веласкиса лучше, он сможет его перевести. Но это, опять-таки, это мое мнение, это мое видение этого боя. Но они примут свое решение. И я, когда я вот сейчас полечу, в начале декабря, я там буду неделю, с моим братом готовится, а у Бакар, буду ему что-то помогать, там, висогонки и так далее. Я буду разговаривать с Веласкисом, и я ему посоветую этот план. Не знаю, как он это примет, но я знаю, что он сын Мексики, и они всегда идут вперед, и у них агрессивный стиль боя, так что это все будет зависеть от него. Мой бой с Досанесом, в конце он, чуть-чуть ему обидно было, походу, что проигрывает. Пошел вперед, прошел мне в ноги, то же самое. Вы правой рукой берете его лоднички, выше тянете, и левой рукой берете его кисть. Взяли кисть, я бросать не буду, покажу. И заходите за обе ноги. Заходите, все. Вы его же силу против него направляете. Вот он пошел на вас, вы просто взяли руки и повернули его к броску, к которому он может полететь. И отсюда уже кидает вперед. Примерно вот так. Спасибо. Полностью буду поддерживать Рокхолда, но не только, он не сам понимает, что это очень тяжелый бой будет. И он очень хорошо готовится. Пару дней назад даже писал, что он уже весит 92 килограмма, прошел в форму и в хорошей форме. Но очень тяжелый бой будет. Но я верю в Рокхолда. Кормей и Джонс 2. Можете представить, Вердум, Джонс, Вайдман, это лучшие бойцы. С ними делятся точно так же и лучшие бойцы. Они, да, мои одноклубники, но все три боя, я считаю, что 50 на 50. Может быть, у Джонса чуть больше шансов. Хоть Кормей обидится, я скажу правду. Но я верю в него, верю в него, потому что после боя, как он проиграл Джонсу, он оставался в коле, он выиграл пояс, он еще и защитил, дрался Энтони Джонсом, Александр Густавсом. Это лучшие бойцы. И это очень большой опыт. Так что я думаю, что он получил опыт, и этот опыт сможет ему на этот раз противостоять лучше, чем в прошлый раз. Ну, я надеюсь на это. Я очень хочу, чтобы Кормей выиграл. Я человек самокритичный, сам тоже. Я всегда к себе критично отношусь во всем, можно сказать. Я всегда думаю иногда, когда что-то случается, может, я что-то неправильно делаю. Но я же тоже человек, я могу ошибаться. А те, кто критикуют меня, пускай продолжают это делать. Я ценю это.